Вот я начну издалека. У меня недавно был день рождения, и вообще, 21 ноября, всегда, когда проходит день рождения, завершается, для меня начинается уже такое предновогоднее состояние, предновогоднее настроение, уже вот этот вот праздник этот сказочный витает в воздухе. Я хочу, чтобы сегодняшняя наша встреча, она тоже как-то пробудила в нас новогоднее настроение, стала таким отчетом нынешних новогодних праздников. Что там праздновать-то до 10 января, но это мало, надо начинать еще с 27 ноября, надо уже как-то готовиться к этому празднику. Какие нового праздника. Играли премьеру. И это такой новогодний спектакль обозрения по русской народной сказке, которая дала название группе «Зимове зверей», о том, как звери ушли от зимы лет искать. То есть они ушли из хлева своего хозяина на вольные хлеба в лес. Мы еще перенесли эту сказку в конкретное время, в 31 декабря, чтобы она была совсем уже новогодней. И каждого персонажа этой сказки снабдили такой песней, собственной песней, собственным музыкальным номером. И вот их можно воспринимать и без контекста вот этой истории. Просто такие песни, песни-зарисовки, портреты животных, которые, значит, в чем-то похожи на людей, на нас с вами. И вот баран. Баран, он там читает такой монолог, перед тем, как спеть и станцевать. И говорит. Да здравствует стремление и напор, да сгибут вправо углы и повороты. Коль встречу на своем пути забор, сам продолблю в нем новые вороты. Приветствую идущих на тарам, кто долго ждет, толки мне подначасе. В любой команде должен быть баран, и лучше, если в должности начальства. В раздумьях я недолог и прят, а в остальном он подтвердит астролог и скажет астроном. Я не баран, я овен, овца-цар. Моя мамаша ж не баранка, а овца. Мечтатели, считатели ворон в серьезном деле не имеют веса. Зато баран, он дружнее, чем ворон, и в сотни раз важнее, чем баранесса. А возможно, в пункте гоном подсовершен подлог, и ни в курсах астроном, ни в курсе астролог. Им неизвестно, кто был мой отец. Да мой отец вообще был холодец. А тем, кто держит под рукой стоп-гран, я повторю без вскакер пропаганды. В любой команде, братцы, должен быть баран. Ведь баран прожить не может без команды. Я голодастый воин и крепкий джентльмен. Таким должен быть овен и должен быть овен. А папы, мамы, ну кто их разберет? Когда роган буквально весь баран и рот. Отсюда плавно вытекает резюме. Не плюй на звезды, коли в них небе не ме.